Лен, доброе утро! Огромное спасибо, что ты уделила время. Я знаю, у тебя очень сегодня плотный график. Хотелось бы, чтобы ты подробно рассказала про себя, про свой салон, как ты работаешь, какие у тебя планы ближайшие. Ну и рассказала нам чуть-чуть подробнее. Добрый день, Катюш. Познакомьтесь с Леной. Ну, я тоже буду очень рада рассказать о том, что у меня есть сейчас и как я планирую расширяться. На данный момент у меня есть свой маленький кабинет-салон Be Perfect by Dr. Некрашевич, в котором я на данный момент провожу и аппаратные методики, и уходовые, и инъекционные. И планирую расширяться в ближайшее время до более большой клиники, набирать персонал и, конечно, расширять свои технологии в плане инмода, инъекционных методик, знаний и так далее. Сейчас момент пандемии, многие бизнесы закрываются, напуганы, а ты, наоборот, говоришь о расширении. Тебя не пугает? Ты бесстрашная? Нет, меня совсем не пугает. Я только иду к цели и стремлюсь. Я знаю, чего я хочу и как этого добиться. Я вложила в себя очень много знаний. И то, чего я хочу, я использую новые технологии, которые работают. Если пациенты возвращаются, их становится еще больше, 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 я понимаю, что обязательно нужно расширяться и идти только вперед. В период пандемии у меня было время, наверное, вот я это время потратила снова на учебу, как там сделать продвижение в рекламе, на какие-то новые знания. Очень много было вебинаров, которые были медицинские, практически бесплатные. Ну и когда у тебя есть новые знания, ты выходишь с периода карантина, еще больше новых пациентов, которые пришли с рекламы еще чего-то. И двери открыты, конечно. Это же еще больше зона ответственности. Одно дело, когда ты уходишь с работы, у тебя кабинет одного человека, ты его закрываешь, ты сама сидишь дома и сама себе говоришь, что это скоро закончится. А другое дело, когда в твоем подчинении есть там сотрудники, которым надо платить зарплату, продолжаешь платить аренду. Вот эта зона ответственности, вот этого страха, что нас закроют опять в момент, когда ты хочешь расширяться. Нет, ты все-таки готова. Страх есть всегда и будет всегда перед какими-то новыми начинаниями. Что тебя не остановит? Но волка боятся в лес не ходить, поэтому обязательно нужно все равно пробовать новое. У меня есть какая-то поддержка, вера своей семьи за спиной, мои пациенты чаще всего им говорят, давай что-то новенькое. А ты идешь на поводу у пациентов, когда они просят что-то новенькое? Я не могу сказать, что... Они же могут прийти 10 разных пациентов и попросить 10 разных новых методов. Ты все 10 внедряешь? Нет, абсолютно. Я не могу сказать, что это идти на поводу. Это прислушиваться. К своим пациентам, да, конечно, я прислушиваюсь, но выбирая технологию, всегда доктор. Ну, например, выбрать из ЭПЛ я могла множество, но я выбрала Люмеку. Я почему-то выбрала самую лучшую технологию, которая дает результаты. И когда мои пациенты пришли, естественно, все видят в интернете, да, там, тот ЭПЛ стоит дешевле, тот ЭПЛ надо 8-12 процедур. Тут я им даю за, да, немножко высшую цену, но за меньшее количество процедур результат в 100 раз лучше. А по-твоему, сегодня вот чтобы человек, который хочет только открыться, начинающий инвестор, предприниматель, какие бюджеты примерно надо закладывать? И является ли вот этот бюджет, который заложен, по итогу все равно тем же бюджетом? Или это больше все равно ты тянешь, тянешь, на расширение внедряешь, покупаешь? Это такой очень обобщенный вопрос, потому что кто-то хочет начать там с аренды кабинета, кто-то хочет начать с собственного помещения, кто-то хочет начать с двух, трех, чтобы там был, да, массажный кабинет, инъекционный кабинет, уходовый кабинет, ну, то есть кабинет уходовых процедур. Кто-то хочет, чтобы это был такой, как бьюти-бутик, один косметолог, а все остальное, то есть это была продажа косметики. Зависит от того, какая технология у тебя стоит Ну, то есть, пускай это будет или 10 китайских аппаратов Которые там работают на все, но рано или поздно Твои критерии выбора сегодня инструментов, услуг каких-то для красивого бизнеса Для красивого бизнеса Как ты выбирала Энмод? Почему ты выбирала Энмод? Ну, с Энмодом у меня просто произошла любовь Вот когда мы виделись в Монако год назад Я просто вскользь в кафе де пари услышала Там, я Катя Левит, я представляю Энмод Хорошо, Энмод, подойдем И когда мы подошли на стенд и сказали Ну, в принципе, все уже разобраны аппараты Ну, а мы вам дадим брошюрку Ну, спасибо, хорошо И буквально в следующем сентябре Я вскользь на конгрессе увидела свою коллегу И она говорит, у меня есть Энмод, я на нем работаю Мне нравятся результаты Вот Маша, которая нас учила Вот она все-таки меня туда затянула Смотивировала Да, смотивировала, я посмотрела И до этого ты к аппаратам вообще особо так Вообще аппаратные технологии от меня были Ну, то есть очень далеки Конечно, то есть я знала и о РФ-технологиях И о шлифовках Ну, то есть так как я работала еще в клинике пластической хирургии Многие аппараты я использовала в своей практике Но когда я ушла в частную практику То есть я открыла свое Естественно, я понимала, что если я буду приобретать аппарат Он должен быть вот моим Вот я должна Да, должна была произойти любовь И вот после конгресса, с конгресса Когда я поговорила с Машей Я пришла домой У меня было три бессонные ночи Когда я просто вот так вот пролистывала всю информацию Которую я могла найти про инмод в интернете Вообще везде на всех американских сайтах Израильских Все переводила Фотографии в инстаграме То есть везде на всех ресурсах И ну, я буквально через 4 дня перезвонила в Ласкос Сказала, что мне надо посмотреть аппарат И через неделю он уже был у меня Ты планируешь расширяться? Какие услуги ты хочешь добавлять? Это больше работа с лицом? Это больше работа с телом? Как ты видишь сегодня красивый бизнес? Лена Некрашевич Я думаю, что мой бизнес все равно будет работать В общем и с лицом, и с телом Поэтому так как я работаю сейчас Тоже инъекционными методиками и с телом Но аппаратной технологии у меня пока с телом нет Я думаю, что в ближайшем будущем Когда я буду расширяться У меня еще появится аппаратная технология Для работы с телом Которая, конечно, расширит возможности моей клиники И привлечет новых пациентов И каждая технология Ну, то есть на каждый товар есть свой покупатель Каждый из наших пациентов что-то ищет Ищет что-то свое И если его, эта методика Приносит ему результаты Конечно, он будет возвращаться И поэтому мои пациенты Отношения, с которыми строятся на доверии Больше на результативности того, что мы получаем Конечно, они возвращаются снова И если я им что-то рекомендую Они, конечно, пробуют эти технологии А вот в твоем управлении бизнес Это больше что? Это больше контроль инвестиций Вкладываем, отбиваем аппарат Его окупаемость Это больше маркетинг Без которого тоже И не утомляет ли тебя он? Потому что многих врачей я слышу Они говорят, мы устали от этого инстаграма Мы врачи, мы хотим заниматься своей деятельностью А мы должны сторис выкладывать нон-стопом Или там фотографии Или это больше про расширение бизнеса Вот сейчас идем, нас несет волна А дальше посчитаем, потом и разберемся Я думаю, это все вместе Почему? Потому что мы живем в аэру соцсетей Да, мне как врачу тоже тяжело И я очень долго к этому шла К инстаграму Делать коллажи, выкладывать сторис, еще что-то Но когда ты к этому приходишь Делаешь это постоянно Это входит в привычку Как спорт Как выпить водички с утра натощак Один из элементов работы Да, конечно Мы там одеваем новые перчатки Под каждого пациента Точно так же мы там себе Одну-две сторис в день должны выложить Или пост хотя бы Да, мало времени на то, чтобы делать коллажи Но это тоже часть работы Если ты этому не уделяешь время В ту эру, где мы живем К сожалению К сожалению, просто тебя не видят Тебя не замечают И, возможно, твой пациент Просто не знает о тебе Да, конечно Надо донести просто информацию Да, что ты есть Что ты умеешь Как ты это делаешь Конечно, у меня больше пациентов Все-таки по сарафанному радио приходят Да, там И семьями И компаниями друзей Но все равно Соцсети тоже работают И, возможно, какая-то там Подружка моей пациентки Посмотрела соцсети И часто очень пациенты мне говорят А почему ты мне не сказала Что у тебя есть та-та-та-та-процедура Я же тебе там хожу уже столько лет И иногда на самом деле Где-то в общении это теряется Но по соцсетям Они знают уже меня И видят, что у меня есть Эта технология Приходят и спрашивают именно ее Вот И, конечно, про бизнес Это расширение Потому что Наверное, расширение Не только именно самого бизнеса Потому что Расширение и новых знаний Да, мы часто ездим на конгрессы Потому что Каждый врач Когда он останавливается Он останавливается Ну, тем более Так сейчас интенсивно развивается Эта индустрия И надо быть постоянно Просто следить Теме За ходом событий И что Это 100% И внедрять это сразу же Такой вопрос Ты сейчас планируешь Открывать новую клинику Ты будешь набирать новых сотрудников Да Планируешь ли ты Называть клинику своим именем Потому что, получается Уже сотрудники будут нести ответственность За твое имя и твою репутацию Тоже Если он вдруг кому-то ответил не так Нахамил вдруг Ну, это же люди Правильно Всякие бывают То есть вопрос такого плана Я его сформулирую По каким критериям Ты будешь выбирать своих сотрудников И будешь ли ты клинику Называть своим именем Думаю, что клиника Да, моим именем Потому что В данный момент Уже есть Be Perfect by Dr. Nekroshevich Есть обобщенное название Be Perfect Улучшать себя Улучшать свою индивидуальность Ну, улучшать себя Сохраняя свою индивидуальность Но Это база пациентов Которую я нарабатывала Ни один, ни два, ни пять лет Которые у меня уже есть Которые я, естественно Готова делиться Со своими врачами Но Тоже тут Выбор врача Очень важен А какие для тебя важны В выборе врача? Ну, врач должен оставаться Человеком В первую очередь Это обязательно И вот по поводу Наверное Хамить, не хамить Такого Ну, все-таки Я совсем не приветствую Такого не должно быть Ни при разговоре с пациентами Ни при разговоре Там Со мной Даже не при разговоре С уборщицей Администратором Еще кем-то Ну, то есть Тут все-таки зависит Если пациент нахамит Твоему сотруднику Кого ты будешь защищать? Пациента? Клиент всегда прав Или сотрудника? Ты за справедливость? Или за Ну, в том плане, что Понятно, что ты сейчас скажешь Мне ответить за справедливость Я за справедливость, но за выяснение ситуации Всегда Ну, вот как я говорила На каждый товар есть свой покупатель Большинство пациентов Которые приходят ко мне Они люди В первую очередь люди И я за эстетику За красивую эстетику Ко мне не приходят Сделайте мне вот такие губы Или вот такие скулы Ко мне приходят Да ладно, вообще не приходят Или ты им отказываешь? Ну, какое-то время отказывала Потом они перестали приходить Ну, то есть все Каждый А почему? Вот она пришла, хочет губы Дает тебе деньги Возьми и сделай Человек видит Ну, то есть все со стороны Это моя проблема Это мой авторитет Ну, то есть Это мой авторитет Естественно Если ее мама Подружка У которой все хорошо С осознанием Увидит ее Спросит, у кого она сделала Она никогда в жизни Ко мне не придет Это больше Долгосрочная перспектива Да, конечно Ну, это моя репутация Это мой авторитет Если я там Новые шаги А три табу Твои три табу Вот которые Прям для тебя Красная черта Ну, вот В первую очередь Всегда нужно оставаться Человеком Не забывай, что ты врач И первое наше Наверное правило Не навреди Не навредить пациенту Не брать в руки Технологию Которую ты не знаешь Или не брать в руки Там инъекционный препарат Или товар Которым ты знаешь мало Или там Сейчас очень много Да, не лицензировано Очень много Таких маркетинговых уловок Что вы попробуете Наш препарат Он самый лучший Вы же там известный врач Вы прорекламируете А мы вам дадим Какую-то партию бесплатную Меня так пишут практически Мне каждый день Ну, вот Это, наверное, табу Этого делать нельзя Если тебе Все-таки Есть клинические доказания И ты поверил В этот препарат Эту технологию И понимаешь, как он работает Да, конечно Берите И ваши пациенты будут счастливы Но если все-таки нет Стоит, сделай шаг назад И подождать С очень многими технологиями В свое время Наверное, и 3, и 5 лет назад Я говорила Ну, я подожду Я подожду Когда уже все кололи И с какими-то препаратами Я очень рада Что я подождала просто С какими-то я начала Например, с гидроксиапатитом Я начала работать позже Сейчас работы очень много Но 3 года мне надо было Понять Полюбить Принять Научиться И это очень длительный срок Что для тебя первостепенно? Квалификация Позиционирование Имя Бренд Вот в какое соотношение Ты можешь расставить Приоритеты Лены Некрашевича В чем они заключаются? Я думаю, это все вместе Но все-таки для меня Первостепенно Это позиционирование Почему? Как я себя Ну, то есть Как я себя там В обществе коллег Превозношу Как я себя Показываю Для своего пациента Это проблема, когда врачи пытаются Назовем это так Работать Или произвести впечатление На общество коллег И даже часто я вижу Эту проблему У многих в соцсетях Что они общаются На профессиональной терминологии А обычные потребители услуг Клиенты Они вообще не понимают О чем речь То есть Потому что пытаясь Произвести впечатление Что ты эксперт Ты работаешь Ты делаешь Ты понимаешь То, чем ты занимаешься На самом деле Обычно простой потребитель Не понимает И не может подогнать себя Под этот Сразу уровень знаний Это уже Наверное Все-таки Не проблема Это проблема Объяснения То есть В условиях Когда ко мне пациент Пришел на консультацию Я могу и на словах И на пальцах И на картинках То есть Объяснить ему Но все равно Позиционирую я себя Как врач И он пришел В первую очередь Не к подружке Он пришел Не там К молодой девочке Некрасивой девочке Он пришел к врачу И он Пришел Попросить помощи Пришел Попросить Улучшить его внешность Гармонизировать Подобрать уход Или еще что-то иное Он обратился Ко мне Как к врачу В первую очередь Поэтому Вот этот авторитет Который Врачом Да Все-таки Я думаю Что он Наверное Больше Есть загугленные клиенты Как я их называю Которые сразу Все прочитали Проучили Все Все изучили Они приходят Мне пожалуйста Введите вот этот фильтр Филлер Три миллилитра Сюда Сюда И сюда И они все знают У меня тоже есть Очень много Таких пациентов Но все равно Ни один из этих пациентов Не учился Шесть лет В медвузе Три года Не проходил Интернатуры Он не может О приоре Знать больше Чем ты Поэтому Я просто К этим пациентам Очень хорошо И спокойно Отношусь Пускай они Мне объяснят Почему им нужно Это уколоть И если Мое мнение Будет совпадать То есть Ну наши Мне не будут совпадать Конечно Мы все сделаем Но это такая Очень большая редкость И чаще всего Ну то есть Вот тут Индивидуальный Правильный подход К пациенту Очень много чего Исправляет А если пациент Все-таки Твой Да И доверительные Отношения Какие-то уже есть Если он уже К тебе пришел На какую-то инъекционную Или аппаратную технологию Он уже готов тебе довериться Он уже поверил Твоим словам Не знаю Твоим внешности Тебе как врачу Он готов тебя слышать И слушать Если нет Он бы к тебе не пришел Ну то есть И тут конечно Я в первую очередь Всегда пациенту говорю Если вы готовы Меня услышать Я готова вам рассказать И поделиться своими знаниями И здесь я рассказываю Почему там Нам нужно Ту или иную технологию Все-таки забыть И все-таки Рассмотреть Что-то другое Конечно Ты как бы получается И врач И управление Собственного бизнеса Тебе не сложно Что тебя мотивирует То есть Это функционал Определенный Который ты выполняешь Двойную Тройную Работу У меня Думала ли взять Например управляющего Который там отвечает Только на звонки Это же постоянно Думала Но у меня Работа в удовольствие И у меня Настолько Есть пациенты Которые Так уже долго С тобой Они уже тоже Часть тебя И твоей семьи И у меня Какое-то время Когда там Есть администратор И он отвечает На звонки Потом эти же пациенты Перезванивают тебе Говорят там Две недели Администратор Сказал Нет времени Ну пожалуйста Но для меня Я прилетаю На два дня Ну возьми меня И конечно Здесь я не могу Им отказать Потому что эти пациенты Очень долгое время Со мной Лояльны Да Вот тут Безупречно А ты вот на что Инвестируешь больше В лояльность Сарафанное радио В инстаграм Соцсети Сегодня Вот именно В плане Маркетинг Продвижения Это что Откуда тебя Как тебя находят Сегодня пациенты Сарафанное радио Больше всего Реклама Соцсети Это 10% На самом деле Да 10% бюджета Ты вкладываешь Естественно Какой-то Отклик Ты имеешь Но Не факт Что если тебя Просмотрят 10 тысяч Новых людей 10 тысяч Придет к тебе Ну то есть Тут Вот я же говорю Тут им понравилась Картинка Они еще не знают тебя У меня есть пациенты Которые приходят И говорят Я на вас подписана Три года Я слежу за каждым Вашим постом Я смотрю каждое видео Я анализирую Каждое ваше слово Смотрю потом Все в интернете Перечитываю И вот я к вам пришла Через три года На консультацию На консультацию На созрела А есть пациенты Которые Вот как я говорю Ходят группами подружек Одной, второй, третий, пятый Сделал Говорит Боже Ну вот честно Скажи мне пожалуйста Кто твой косметолог Никому не скажу Вот просто буду Сама ходить И они приходят И конечно У них уже есть доверие Потому что они Видели мою работу Наблюдали за ней Там годами Или каждый день То есть Естественно Доверие уже есть То есть Это не просто Какой бизнес Вот сегодня Кто бы хотел открыть Например салон красоты Ты бы ему сказала Нет Не вздумай Не открывай Или ты сказала Вот открывай Проблем нет Легко запустить Для тебя Запустить все легко Легко ли сохранить Легко ли привлечь Легко ли расширить Потом это все Легко ли удержать пациента И сделать так Чтобы он привел Еще одного Второго Пятого Десятого Вот это нелегко Открыть Для того У кого есть деньги Открыть все легко Вот у меня На какой-то Период времени Я понимаю Я могла открыться Там и 5 лет назад Открыть большую клинику Если бы у меня Были на это средства Но Я для этого работала Я На новые технологии Я тоже зарабатывала сама Мне никто не подарил Инмод Я заработала на Инмод Вот Я понимаю Что Конечно Если мне хочется Расширять бизнес Я Вот Каждая копейка Она все равно Мелоценно Я понимаю Но Больше всего Мне приносит удовольствие От работы Я не уйду завтра В менеджеры В продавцы Маркетинг Или еще куда-то Это то Что мне приносит удовольствие То что я люблю Я понимаю Что я буду заниматься Косметологией Еще очень долго Поэтому Это мне важно И расширяться Мне тоже важно И мои пациенты Которые Три Пять Семь лет Со мной Они и дальше Будут со мной Я взрослею Вместе с ними Они вместе со мной И мы готовы Расширяться Вместе И расти вместе Да Абсолютно Только так Какой бы ты дала Совет При выборе Меню процедур Что у тебя Сегодня Как выстраивается Что предлагаешь Делать акцент Я бы дала Наверное Такой совет Делать акцент На том Что у тебя Выходит лучше всего Начинать с этого Каждый Даже в Киеве Наверное Некоторые клиники Или врачи Стали известны Благодаря чему-то Вот что ты Любишь лучше всего Что у тебя Лучше всего Получается Вот сейчас Ко мне Очень многие Обращаются Когда приходят Там На люмэку Да Говорит Да вы же Самая первая Вообще Вы же Самая известная В Киеве По люмэке Я говорю Ой спасибо Говорит Нет Без лишней скромности Я давно За вами следила Пошла Возможно Там более Старшим врачам Или более опытным Но у вас Я все равно Вижу Лучший результат Или сделайте мне Или у меня Не было такого Результата Как сделали вы На других технологиях Поэтому Сделайте акцент На том Что вам нравится Больше всего Вот Я когда покупала Инмод Маша Сказала фразу Вот люмэку Вот она у тебя пойдет Я делала просто Очень большие ставки На морфеус Потому что На то время Я работала уже С рэф И я его понимала Больше Знала Но Просто Когда я увидела Результаты От люмэки Ну все Это любовь И она как пошла Просто Как завязалась Ну то есть По другому Да у тебя действительно Очень хорошие результаты И вот недавно У нас с тобой Вебинар был Где ты уже Ну буквально За какой период Времени Собрала Банк результатов Достаточно хороших С одной процедуры Просто Я вижу Как другие врачи Делают на это Репосты И обращают на это Внимание Это привлекает Действительно И в этом Есть определенная Эксклюзивность Да Это одно С этим можно работать Точно так же Например Инъекционные методики Да Ты отбила уже аппараты Максимация Просчитала вообще Просчитала Да Конечно Просчитывала Люмэку Да Ну это полностью Нет еще На люмэку Да А вот как Ты Себя мотивируешь Что у тебя Было ли у тебя желание Закрыться Закрыться нет Никогда Вот наверное Я все-таки вспомню Еще одно табу Вот никогда Не останавливаться Если у тебя Есть одна ошибка То есть Это ничего Ну то есть Некоторые Например Делая какие-то Ошибки Вот просто Разочаровываются Да Разочаровываются Делают шаг назад Или вообще Закрываются Ну то есть Ошибка Это ничего То есть Ты идешь дальше Ты развиваешься Ошибки могут быть У всех Это только Какой-то Приобретенный опыт Поэтому Ну Бояться Ничего не нужно Лен Ты мега Позитивная Я очень Честно говоря Рада Что мы Сегодня Получилось Нам встретиться Что мы встречаемся В всех мероприятиях И конгрессах И даже Если куда-то Прилетаешь Уже Не видишь Какого-то Своего человека С которым Ты общаешься Уже кажется Где он Что-то случилось Надо позвонить Почему он не приехал Он должен быть Сейчас здесь Я желаю тебе Огромного роста Процветания Я обязательно знаю Что ты справишься У тебя все получится Лен Я хочу тебе подарить Подарок от нас Маленький Зак благодарности Что ты нашла В этот выходной день Время Такой вот Подожди Спасибо Это такая вот Книга Трендбук Инмодных технологиях По маркетингу Немножко попробовали Дать какие-то бонусы Предоставить Это что я люблю Вот Читай пожалуйста И подарить тебе Такую бутылочку Инмодного шампанского Которая сразу же Разглаживает морщины Поднимает настроение И добавляет Легкий румянец Идеально Огромное тебе спасибо Процветания Роста Успехов А мы обязательно Поддержим Как мы только можем Спасибо Процветания Инмодным технологиям Пускай они расширяются И приносят нам Просто еще больше Больше красоты В этот мир Спасибо Мои хорошие